Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Томас, и сегодня мы с вами продолжаем наше приключение в Arma 3, Exile Day Z, в общем, да, типа того. Я не буду перечислять все эти моды, потому что их очень много, но вы поняли, в общем, во что мы с вами сегодня продолжаем играть. Остановились мы на том, что я со своим другом, которого я встретил в какой? В первой серии, получается, я его убил там в конце, а всю вторую серию мы с ним вместе бегали по городу Эссекер. В общем, мы вышли вот здесь вот примерно, и оттуда я сейчас прибежал вот сюда вот просто потому, что нахер этот город, просто потому, что надо отсюда сваливать, и больше я здесь не резнусь никогда. В общем, это такой город Эссекер, в котором, знаете, в котором постоянно резаются всякие зомбячие, которые прыгают на 6 метров вперед и на 6 метров в высоту, блин, я не знаю, или на 10. Вот, они очень быстро бегают, очень сильно бьются и убивают просто за два удара. Так что, ребят, нахер этот город, вот. Сюда я прибежал просто потому, что я, ну, я, как я и говорил, я хотел отсюда свалить, но я, кстати, бегал, искал вот здесь вот транспорт какой-нибудь, что-то типа велика, но ничего не нашел. Поэтому мне пришлось пешком сквозь вот эти леса, сквозь луга, сквозь поля бежать, ну, бежать вот в эту сторону просто. И сейчас мы прибежали вот к этой деревушке. Она называется Гуляш. Как бы это прикольно не звучало, но деревушка называется Гуляш. Давайте посмотрим на нее, как она выглядит издалека. Посмотрим на нее через бинокль. Через бинокль. Вау. Довольно-таки прикольно выглядит. Мне сейчас нужна еда и вода. Кстати, еда и вода у меня же есть, в принципе. Давайте сейчас покушаем. Ага, хангер консюм. Все, шикарная еду, голод мы утолили. Теперь давайте утолим жажду. Не обращайте внимания на эти калаши. Это... Я просто, не знаю, собираю калаши в этой игре. Вот такое вот у меня хобби. Собирать калаши. Так, водичку я попил. Значит, у меня было две бутылки водички. Я выпил одну и осталась... Ну, то есть, одна, потому что она что-то даже как-то не этот... Даже, ну... То есть, полностью не выпилась. Что я несу? Господи, боже мой. Короче, ребят. Давайте выберем оружие. И все. И надо включаться в игру. Надо включаться в эти боевые действия. Потому что этот мод, Exile Day Z, я имею в виду... Это, ребят, что-то с чем-то просто. На самом деле, когда я только начинал в него играть, я имею в виду, 3 часа назад это было... Ой, господи, как... Ну, в общем, 3 часа игры прошло. Вот. Я в самом начале думал, что это просто очередной мод, на который я посмотрю, как он играется. И я думал, он меня не затянет нисколечки. И он будет вообще неинтересным ни разу. Но не тут-то было, друзья мои. Этот мод меня настолько затянул вот за эти 3 часа, черт возьми, игры. Он меня затянул настолько, что просто вообще жесть какая-то. Что я лучше вот в этот мод поиграю, чем в Day Z Standalone. Тот же самый. Ну, да. Хватит, наверное, мне обсирать Day Z Standalone постоянно. Ну, я его не обсираю. Я имею в виду просто, что... Он... Да. Ничего там, в принципе, нового нет. А вот этот мод, видите, тут новая карта. Тут все очень круто, и поэтому... Интереснее же во что-то новое постоянно играть, чем в одно и то же. Вот. Ну, это как... Как посмотреть, как сказать. Короче говоря, ладно. Побежали, ребят, в гуляш. Давайте попробуем... Попробуем... Найти еды и воды. И постараемся избежать на жопу приключений. Я просто бегу. Такие открытые пространства, что отовсюду меня просто могут видеть. На сервере, кстати, рекорд для этого сервера, по-моему, это 34 человека сейчас играет. А, уже 36 даже, вон, снизу слева вы можете посмотреть. Потому что вчера играло сколько? Вчера, наверное, целый день. Ну, то есть, за целый день вчера зашло всего лишь человек, наверное, 10-15. А сегодня уже 36. То есть, сервак развивается очень-очень быстро. Или не сервак развивается, а мод, точнее, развивается. И все больше и больше количество народу хочет в этот мод поиграть. Поэтому вот так вот серваки, видите, забиваются. И... Да, и это я бы не сказал, что очень прямо хорошо. Потому что интереснее, мне кажется, играть, когда народу, ну, человек 10. Чтобы было где развернуться. Ну, и сейчас есть где развернуться, но все же. 30 человек это не 10. Капитан, очевидность, блин. Так, ладно. Сейчас мы здесь в этой деревушке под названием Гуляш. Для того, чтобы найти себе Гуляш. И для того, чтобы найти себе велик. Или квадрик. Или что бы то ни было, что поможет убраться отсюда ко всем чертям в самую глубь карты. Вот так вот я вам скажу. Так, ладно. Будем бегать где-нибудь, я не знаю. Ну, то есть за домами. Ух ты. Там машина на дороге. Что-то она не похожа на текстурную, на самом деле. Эта дверь не открывается. Хорошо. Все, сейчас по-резкому все это проверим, ребят. Окей, идем дальше. Тоже нельзя зайти, скорее всего. Может тут будет колонка и... Посмотрю, может у меня бутылка где-нибудь завалялась. Я наберу водички, чтобы нам хватило на наше приключение. Вау. А вот в этот домик уже забежать можно. Что я сделал? Я не хотел. Так, вот тут вот дворик такой прикольный. Знаете, сюда вечером так убираешься, типа, наверное, садишься и... Круто проводишь время с чуваками, с друзьями. Или с семьей. Угу. Тут ничего. Второй этаж заблокирован. И тут тоже ничего. Ладно, уходим отсюда. Что это там у нас? Похоже на военный этот, Хаммер. Ну, так как мы сначала хотим посмотреть вот тут вот. Ну, то есть вот эти вот здания. Давайте их посмотрим. Только потом пойдем уже туда, вглубь. Что это, кстати... А, вот оно что. А, я думал, что это за звуки? Как будто волк воет где-то вдалеке. Вот что это за звуки. Тут есть зомби. Хорошо. Будем вдвойне и втройне. Осторожно, ребят. Зомби, повторюсь, я не знаю, не помню, говорил я вам или нет. Зомби тут... Эх, просто жесть. Лучше им просто не попадаться на глаза, понимаете? Ну, или что вот там у зомби вместо глаз. На слух, на нюх им не попадаться. Потому что... Ну, здесь, в этом моде, они настолько яростные. Они просто убивают с двух ударов. По-моему, в этом, в Номальске, тоже зомби были такие мощные, которые убивали с двух ударов. По-моему, если я не ошибаюсь. Я и не играл в Номальск, честно говоря, но... Вот, по-моему... Да, по-моему, там такие зомби были. Так, патроны... Ох ты, патроны подходят, шикарно! Обалденно просто. Заберем все патроны. Так, тут какая-то винтовка. Salt Rifle. СЗ-85 Bren. Хорошо, нет, у меня есть винтовка. Она хорошая, она мне нравится. Так что я не буду ее менять. Я оставлю так... Все так, как есть. Угу. Забежим на второй этаж. Сейчас, кстати, мы воду нашли. Это очень круто. Очень круто. Вода и еда здесь резаются не так. Часто, как хотелось бы. То есть, это говорит о том, что мод... Мод... Продуманный. Не, ну вы слышите? Ну вы слышите эту херню? Какого хрена, а? Пойдемте отсюда. Так, церквушка тут у нас. Угу, как я и говорил, это да, это военный. Не хаммер, а такая. Броневая машина пехоты. Макет. Вокруг вроде никого. Блин, надо... Я думаю, сваливать отсюда. Че-то мне не нравятся эти звуки. Прям... Блин, просто я не знаю. Всем сердцем не нравятся мне эти звуки. Давайте попробуем забежать, наверное. Что это было? Слышали? Было похоже на выстрел. Тут у нас че? Тут у нас дворики. Тут у нас колонка, из которой попить нельзя. Лестница на крышу. Вот эти вот... Смотрите. Вот эти вот строения напоминают... Напоминают домики, которые... Которые людям можно было строить. В какой игре, я уже не помню. В каком моде, точнее, я не помню. По-моему, в Origins. Ничего, кто это там? Мне вот интересно, что это... Кто издает эти звуки? Но это за церковью. Так что... Так что просто бежим в другую сторону. Смотрите, на карте казалось, что эта деревушка очень маленькая. Ну, там, не знаю, пять домишек всяких разных. Ну, нихрена подобного. Посмотрите, сколько здесь домов. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, посмотрите. Ну, казалось, ну, буквально, сколько здесь вот мы видели домов. А тут и здесь дома стоят, и тут дома стоят. То есть, не все так, как кажется. Так-так-так. Столбики. Столбики маленькие. Ладно. Тачка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, сколько тут... Шин. Но они не нужны. Нельзя их использовать. Я думаю, нельзя их использовать. А вот и еда. А вот и еда. Так. Буду забрали. Все, шикарно. Идем дальше. Ух ты. Моднячья, блин, шляпка. Никого. Какие тут есть костюмы? Я говорю, если я найду какой-нибудь зеленый такой камуфляжный, то я сразу же заменю свой. Просто там потому, что тут большая часть карты это леса. Зеленые такие. Леса, поля. Луга. Ух ты. Можно зайти сюда. Ой-ой-ой. Клево. Клево. Что второй этаж? Эльс Раджа. А, Эльс Райда. Эльс Райда. Окей. Эльс Раджа, блин. Что за хрень? Что за херня вообще? Эльс Раджа. Так, посмотрим на карту. Ага. Тут мы. Вообще, блин, ну... Ну, ё-моё. Ну, вот основная наша миссия это найти транспорт, конечно же. Но... Я не думал, что так сложно будет на самом деле найти велик. Серьезно. Я вот первые две серии, когда играл, когда записывал первые две серии, столько транспорта мне на глаза попадалось. Просто жесть. Ой-ой-ой. Здание разрушено. Обалдеть. Смотрите сюда. Офигеть. Вот таких вот зданий я никогда не видел. Ну, то есть, в этой игре и вообще в различных модах на армо никогда не видел таких вот разрушенных, офигенно разрушенных зданий. Так, так, так. Окей. Вот там ещё какая-то... Там какая-то факторка была. Вон там наверху. Давайте сгоняем, посмотрим. Если там уже ничего не найдём, то где-нибудь засядем и будем решать, куда бежать дальше. Такие вот дела у нас сегодня. Ух ты, смотрите-ка. А это прям какое-то поселение викингов. Серьёзно, посмотрите. Какие-то сараи. Тут нужно быть осторожным, потому что здесь зомби есть. Мы видели, как сюда зомби пошёл. Мы с вами видели только что, когда заходили в деревья. Что это? Вот там... Ящики? В которых можно лут хранить? Ой-ой-ой! Так, ещё патроны. Обалдеть! В этих ящиках можно хранить лут. Точнее, мне кажется, он даже рессается в этих ящиках. Ну то есть, это не кто-то его сюда принёс, а он тут рессается. Там был пистолет. Блин, клёво. Такое чувство, будто кто-то именно на этом месте хочет построить какую-то деревушку. Но, конечно же, нахер никому это не сдалось. Все хотят убивать друг друга. Ведь для многих в этом и заключается смысл. Смысл жизни. Так, вот и напортная башня. Хорошо. Тут есть лестница. Ой-ой-ой! Туда можно залезть. Как насчёт проверить, ребят? Мне, например, очень интересно. И как раз осмотрим, если можно там куда-нибудь залезть. То есть, осмотрим всё вокруг и решим, куда бежать. Только надо будет, наверное, это лёжа всё делать. Потому что, я думаю, вокруг снайперов хватает. Окей, выше уже нельзя. Хорошо. 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 Что это там? Так. Давайте смотреть. гуляш. Здесь никаких зданий нету, то есть, их не показывает на карте. Я думаю, что это сооружение, которое построили сами игроки. Хм. Но я не думаю, что нам туда нужно. Честное слово. Не знаю. Не думаю. Нептун Ресорт какой-то. Хм. Матиа Вайс Колледж. Ага. Дальше. Что тут есть поблизости? Какие поселения? Кула. Поблизости есть поселение Кула. Оно рядом с городом или с, ну, с таким же поселением Пломино. Пломино. Видите, вот где, где вот такие вот парашютики нарисованы и где выделяются таким вот ярко-зеленым цветом, салатовым цветом, это значит, что там можно резаться. А это значит, что там людей много. То есть, самые новички, они же выбирают, где резаться. И, учитывая то, что сейчас играет 31 человек, я не думаю, что эта деревушка Пломино будет пустая. Думаю, там народу куча. Ну, ладно. Придется, значит, их поубивать. Всех поубивать. Хорошо, нам нужно куда? Так. Ух ты, подсвечивается круто. Компас. Кстати, уже темнеет. Саутвест, хорошо, на юго-запад нам нужно. Юго-запад. Все правильно, вот сюда. Сколько километров примерно бежать? Около... Ну, километра, наверное, ребят, километр. Потому что вот этот квадрат, это как бы типа квадратный километр, поэтому... Да, можно так рассчитывать. Какое примерно расстояние... В общем, вот на этот холмик забежим, который вот впереди, то есть на который сейчас камера направлена у нас, на него забежим, с него посадим, смотрим, и уже мы должны будем видеть деревушку. Уже мы должны будем видеть кул. Так-так-так, ребят, посмотрите туда. Там вообще тоже какое-то поселение, а ну-ка. Что это такое? Нептун Ресорт, посмотрите, там куча домов и зданий, но здесь они не отмечены на карте. Значит, наверное, можно думать так, что не все здания, которые есть в игре, показывают на карте. А почему? С чем это связано? Даже боюсь представить. Ладно, но мы бежим в кулу. Мы бежим в кулу. Сейчас мы забежим на холмик, и мы уже будем видеть эту деревушку под названием кукла. Ух ты! Какой звук! А давайте посмотрим на вот этот вот, вот это, я не знаю, как это, ущелье какое-то. Здесь должно быть очень красиво. Что такое? Пиратский флаг? Черт возьми, пиратский флаг! Обалдеть, красотища какая! А это что такое? Не говорите мне, что это корабль когда-то был кораблем. Нет, это не корабль. Увы, это просто здесь кто-то строит дом, или это... Или это... О, боже мой! Видимо... Видимо, это какое-то секретное тайное убежище. Или что-то вроде того. Или просто смотровая площадка, чтобы отсюда наблюдать за... за тем, что происходит вокруг. Ну, красиво, ребята, очень. Вы, вот, посмотрите на это просто. Очень классно. А там вот, я что-то вижу. Это что, камень или что? это машина. Хорошо. Окей. Это машина. Просто машина. Так, давайте дальше посмотрим дорогу, куда она ведет. Она ведет вообще... дэнн, эссекер looks beautiful. Да, эссекер выглядит очень красиво. В этом он прав. Так, ну что ж, нужно сваливать отсюда. Давайте лучше уйдем так же, как и заходили сюда, наверное. Эй, ты что, по лестнице под... Окей. Не может подняться по лестнице. Это нормально. Для армы, я думаю. Так. Все, бежим дальше. Вот она, да, эта дорога ведет в кулу, но почему-то... Не знаю, не прогружается, что ли, карта так. Либо там туман в той стороне. Хорошо. В общем, бежим просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что я заметил? Что я заметил? Вот. Стоило, ребят, просто... Просто побежать в сторону таких отдаленных дерев... Вот оф. В сторону таких отдаленных деревушек и посмотрите, там машина. Прямо посреди чертового поля. Просто стоит одиночная оранжевая. Тачка. Бежим туда. Так, так, так. Уже. Только мне стоило подбежать к деревушке, я уже слышу очень-очень стремные звуки. А вон там, кстати, еще и велик стоит. Ну что ж за херня? Ну что ж за невезуха-то, а? Что ж за невезуха? Я имею в виду, там не было великов, а здесь на тебя. Вот он велик. Обычно Урал. Окей, не скоростной велик, но это и не важно. Деревушка. Не могу понять, зомби оттуда слышится или нет. Так. Машина вон она. Ой-ой-ой. Видели? Вы это видели? А там человек, ребят. Там два человека. Они что-то делают с машиной. Машина дымится. Так. Что ж мы с ними будем делать? Даже не знаю. Я думаю, нужно их убить. Я думаю, нужно их убить. Не думаю, что они меня сейчас видят. Чёрт! Не сваливайте, чуваки! Не надо, чуваки, не бросайте меня, чуваки! Всё-таки свалили. Ой-ой-ой, а там два квадроцикла. Понятно. В общем, два чувака просто скоперировались. Собрали тачку и свалили отсюда. Хорошо. Окей. Всё ясно. А я остался ни с чем. Просто потому, что немного промедлил. Надо было убивать их. Что ж, ладно. Будем довольствоваться великом. Я думаю. Побежали, заберём тот велик и поехали куда-нибудь вглубь. Я не знаю. Глубно, что те чуваки сейчас не объехали меня как-нибудь вокруг. И не зафигачили меня с тех гор. Кстати, вот те вот квадрики, которые там стояли, это... В общем, и их новичкам, тем людям, которые только-только заспавнились, можно просто самим сделать эти квадрики. То есть вызвать. Но они, по-моему, один раз вызывают столько. Вот. Потому что я сейчас не могу вызвать квадрик, например. Поэтому, да, называются они только один раз. Так, хорошо. Я просто беру велик и сваливаю. Просто беру велик и сваливаю вон в тот ли... Вот тафу... Окей, зомби уже здесь. Твою мать! Видали? Вы это видели? Блин, велик очень неуправляемый. Вы это видели? Там же броневик проехал. Ё-моё. Мне сейчас очень-очень-очень-очень-очень повезло. Ё-моё, как же мне повезло. Ух, ну нахер, ребят. Вот тафу! Что за... Гони! Вот тафу! Окей, они по мне палят. Да, они по мне палят. Они по мне херачат. Только я их не вижу. Вот в чем прикол. Паломино Power Station. Окей. Окей. Мне нужно избавиться от велика. Так, они здесь. Вон они. Вон они, блин, едут. Велик упал. Это просто отлично. Черт, они здесь. Что они делают? Он ищет вокруг, черт возьми! Нужно валить! Нужно валить, нужно. Так. Ли он уехал, он не увидел? Нет, увидел, увидел. Твою мать, он задавил меня. Не, 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 пожалуйста, я приятный. Я сверну, что они... Ау, ш... Why? Дюд! Боб Марли! What the fuck are you doing, dude? Why did you do this? My God, Боб Марли, you're a fucking asshole. I was friendly. Dude, I was friendly. Why did you do this, bro? You want to take my... Okay. You want to take my gun and my shit. Okay, dude. I got it. I got it. asshole. У него еще и на сигналке эта тачка. Черт, как он это сделал? Я не знаю, но я бы не прострелил, ребят, если вы думаете, что я, мне нужно было стрелять, я бы просто не прострелил его броню, понимаете? Мне, у меня был один вариант, это, либо с велика не слезать, вот, может быть, в этом я затупил единственно, вот, либо мне нужно было прятаться, но он, видите, меня нашел через... Видели, он вытащил эту хрень такую, типа башенку сверху своей машины, это, по-моему, тепловизор. Вот, он по-любому, он сквозь, сквозь стены меня бы увидел и сквозь все на свете. И видите, он меня все-таки увидел за деревом. Но я почти, почти свалил от него. В общем, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, вы подпишетесь на канал, поставите лайк. С вами был Томас. Начнем мы, наверное, как раз-таки с пломи, но, видите, мы как раз нас убили рядом с точкой возрождения, вот здесь вот где-то. То есть, и поэтому можно начать здесь. И, как бы, наши приключения, типа, продолжатся. С этого места, откуда мы, ну, то есть, где мы и закончили. В общем, ребят, спасибо еще раз за просмотр. Давайте, до следующих видео. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok